Улетела, убежала. Улетела, убежала. И как же она у меня упала. Цифры вверх. Да, да, да. Вот, подбрасываю. Второй раз. Опять цифры вверх. А сейчас я вверх. Это самое совсем замечательное. Так, сейчас цифры вверх и так далее. Вот это, ну, недоступное к каждому из вас занятие. Я не буду, конечно, злоупотреблять. И получается последовательность. Цифра, герб, цифра, цифра, герб, герб. Это и есть, собственно, случайная последовательность. Разумеется, в жизни есть гораздо более важные случайные события. Например, вот завтра выборы. Смотри. Случайно, не случайно. Случайно, ребята. Смотрите. Никто не может узнать, как, я не знаю, там, как в точности, там, проголосует, там, какой-нибудь дядя Вася, да? Действительно, для этого надо просто, ну, быть с ним знакомым. Но, если у вас в стране миллионы людей, то, конечно, есть жесткие закономерности, которым это, такого рода вещи подчиняются, да? Дальше. Другой пример. События, которые тоже изучаются при помощи теории вероятности. Представьте себе, что у вас распространяется болезнь. Ну, и грипп, да? Опять-таки, можно, конечно, изучать каждого отдельного человека. Там, он, не знаю, там, поел огурцов, не знаю, там, вовремя сходил в больницу, или, наоборот, не сходил в больницу, и там не заразился. Миллион причин, но, если вы будете изучать сразу, ну, собственно, там, не знаю, всю страну, да? Или даже такой город, как Москва, уже большой, уже абсолютно достаточно этого, то, конечно, бессмысленно изучать каждого отдельного, а нужно применять какие-то вероятностные, да, события. Так вот, давайте начнем с самого простого. С монеты, с гранью кубика, что у нас есть? Скажем, кубик, у него шесть граников. Каждый раз выпадает одна из этих шести граников. Монета, у нее две стороны. Каждый раз выпадает одна из этих сторон. Ну, конечно, возможны и другие варианты. Например, монету могут украсть. Да, я подбросил монету, раз, пробежала мышка и вновь кудр тащила. Или монета может упасть на ребро. Ну, в принципе, да, упала на ребро, покатилась, застряла. Вот. Такое, конечно, возможно, но понятно, что у меня сегодня будет математический кубик. Понятно, что у меня будет сегодня математическая монета. То есть, такие события мы посчитаем неинтересными, не существенными. Мы будем пренебрегать. Считается, что монета с вероятностью одна, вторая выпадает вверх. Почему с вероятностью одна, вторая, она выпадает в цикл вверх. Вот вам простой пример вероятности этого пространства. Он состоит... Это пространство состоит из двух точек. Одна точка с вероятностью одна, вторая. Вторая точка тоже с вероятностью одна, вторая. Кубик. Ну что, у него шеи грань. Бывают, конечно, разные грань на кубике. Бывают иногда буквы на них, какие-нибудь картинки. Ну, а давайте самое простое. Когда там точечки нарисованы от одной до шести. Если кубик симметричный, то вероятности, с которыми именно эта грань впадает в качестве первых, они все равны одной шестой. Таким образом, пространство состоит из шести точек, каждой из которых приписана вероятность одна шестая. Между прочим, если чуть-чуть подпилить кубик, или куда-нибудь, ну, не знаю, там, скажем, с одной стороны его маслом смазать, а с другой стороны что-нибудь еще такое сделать, то можно добиться, чтобы он несимметрично падал. Согласны? Можно как-нибудь сделать, чтобы на одну грань он падал чаще. И монету тоже самое. Можно монету немножко как-нибудь так выднуть, чтобы ей было на одну из граней падать неудобно. Поэтому, в принципе, эти вероятности не обязательно все одинаковые. Или можно еще так сказать. Представьте себе, что я беру тот же самый кубик, только раскрашиваю его по-другому. Там, где у меня была единица, я оставляю единицу, а все остальные пять граней закрашиваю черной краской. Тогда что у меня будет? Одна точка будет с вероятностью, одно число с вероятностью одна шестая, а дальше выпадение черной грани с вероятностью пять шестых. Наверное, вы уже поняли, почему я клоню. Чтобы задать конечное вероятностное пространство, нужно всего лишь задать конечное множество точек, каждый из которых приписать вероятность. Какое условие на эти вероятности? Что надо потребовать от вероятностей? Равные возможности – это, конечно, замечательный лозунг для политики. Это замечательный лозунг перед 8 марта. Всем равные возможности – это все замечательный, прекрасно душный лозунг. Но, конечно, возможности не всегда равные. Вот еще раз, если здесь одна грань от всех других, и не взять одного цвета, то не будет между ними равных возможностей. Нет, равные возможности – это прекрасно душные такие мечтания. Что важнее? Сумеет, не сусловно. Вот это точно. Вот это точно. Помните, да, 146%? Да, да, да. Не бывает. Да? Вот, то есть, когда мы говорим, бывает, а в жизни не бывает. Значит, у математиков жесткое условие – сумма вероятности какая-то единица. Сумма вероятности обязательно равна единица. Отлично. Это первое очень важное условие. Но на самом деле есть еще одно, которое вы бы считали, конечно, очевидным, но все-таки его обязательно надо написать. Бывают ли вероятности отрицательные? А? Конечно, нет. Вероятность не может быть отрицательной условией. То есть, запросто вероятность может быть равна нулю. Это, так называемое, невозможное событие. Вероятность может равняться нулю. Меньше нуля не бывает. Скажем, вероятность того, что я сейчас, вместо того, чтобы рассказывать вам лекцию, не знаю, возьму и подпрыгну до потолка, и там зависну. Вот типичное невозможное событие. Не бывает. Сила тяжести на Земле действует. Просто так не могу. Ну, много еще можно придумать. Почему, поймите, пожалуйста, эти же события, они... Бывает, что заранее непонятно, возможно это событие или невозможное. Например, бывают всякие задачи, там, начетность-нечетность, да. Скажем, вероятность того, что если у вас в одной руке, там, я не знаю, в одной руке несколько белых шаров и несколько черных, и вы случайно, да, как шарик окрасили, скажем, всего у вас 7 шариков, давайте, такая задача, всего 7 шариков. Из них несколько белых, несколько черных, и это случайная вещь. Вероятность того, что разность между количеством белых и черных равна нулю. Чему равна такая вероятность? Нулю. Почему? Потому что 7... Нечетное число. Нечетное число на 2 не делится, да. Вот. Ну, бывают, конечно, гораздо более хитрые ситуации. То есть, в смысле такое, невозможное событие, это событие, вероятность которого равна нулю. Разумеется, я здесь не случайно написал нестрогое нитаринство, для того, чтобы было проще заниматься вероятностями, мы, конечно, напишем здесь везде больше вероятности. Ноль может быть, а вот отрицательное число не может быть. Значит, сейчас нужно идти дальше. Что такое среднее значение? На самом деле, наверное, вы уже слышали, да не наверно, точно, слова среднее арифметическое. Правильно? Если вам дали несколько чисел, то их среднее арифметическое найти очень легко. Надо их все сложить и разделить на количество этих чисел. Ну, давайте подумаем, а почему, собственно, мы считаем, что все числа, что называется, одинаково важны. Может быть так, что какое-то одно из этих чисел важнее, а какое-то другое из этих чисел менее важное. Тогда, наверное, надо брать не среднее арифметическое, а вот, понимаете, какое-то число, что называется, с большим весом. Давайте сейчас мы задумаемся над очень простым вопросом и поймем, что такое среднее значение случайной величины. Кстати, есть другие слова, математическое ожидание. Это то же самое. Среднее значение, это в точности то же самое, что математическое ожидание. Математическое ожидание. Обозначается оно обычно буквой М. Кстати, почему буква М? Потому что в англисте это будет так. Среднее значение. Мин, вэлью. Среднее значение. Так вот, задача. Представьте себе, что с вероятностью 10% вы, ну я не знаю, что-нибудь хорошее, скажем, с вероятностью 10% вы отдыхаете. И когда вы отдыхаете, вы успеваете получить, не знаю, там, 150 единиц счастья. Не знаю, в чем уж это мерять счастье. Вот. С вероятностью 40% вы занимаетесь математикой. И тогда вы получаете, ну я не знаю, тысячу единиц счастья. Вот. И с вероятностью 50% вы и не отдыхаете, и математикой не занимаетесь, а занимаетесь другими предметами. И в таком случае, ну какое может быть счастье? Ну, ноль. Вот. Вопрос. Сколько примерно в среднем единиц счастья вы получаете в день? Очень легко. Представим себе, что это продолжается долго-долго-долго. Например, это продолжается тысячу дней. Из этих тысячи, как у нас будет? Будет 100 дней, когда вы отдыхали, 400 дней, когда вы занимались математикой, и 500 дней, когда вы занимались чем-то другим. Согласны? Смотрите, сколько будет счастья. 100 умножить на 150 вы здесь получите. Тысячу умножить на 400 здесь. Ну и, наконец, 0 умножить на 500. Чтобы получить среднее значение, надо, конечно же, это разделить на тысячу. Ну, кстати, давайте посчитаем. Это будет 15 тысяч, это 400 тысяч, 415 тысяч, 415. Получается ответ. В среднем 415 единиц счастья в день у вас. Я не знаю, в чем вы измерите. Вот. А, кстати, вы не помните, в чем измеряли счастье братья Стругацкие? Да? Есть такие замечательные книжки. В неделе начинается в субботу, например. Читали? Там предложено единице измерения счастья. А? Какая? Мне еще один из них были сняты. Да, да, да. Конечно, фильм был снят, но книжка... Вообще, книжка обычно всегда лучше, чем фильм. Хотя фильм тоже хороший. Не помните? Рассказываем. По Стругацким, единица измерения счастья, это вот что такое. Это, когда вы целый день ходили в ботинки, где гвоздь торчал вам прямо в ногу. И вам было ужасно больно наступать все время, он прямо в кожу впивался. Страшный, ужасный, было больно, больно, больно. И вдруг вы, наконец-то, сняли этот тугой противный ботинок. Вот это одна... Это единица счастья. Вот, ну, соответственно, заниматься математикой это тысяча... Раз, пять, два, три. Да, да, да. Ладно, это все шутки. Это все, ребята, шутки. Теперь дело серьезное. Понимаете ли вы эту формулу? Понимаете ли вы эту формулу? Можно же было так. Можно же было сто разделить на тысячу. И у нас получится одна десятка. Четыреста разделить на тысячу. Будет четыре десятых. А здесь будет пять десятых. Поэтому на самом деле, то же самое число 415, мы могли получить, смотрите, как. Среднее значение. Это одна десятая, умноженная на 150, плюс четыре десятых, которые умножены на тысячу, и пять десятых, которые умножены на тысячу. Это, напомню, это вероятности, ну, а это, собственно, значение нашей случайной величины. Кстати, здесь надо сказать вообще, что такое случайная величина. Это очень просто. Это каждый из тучек нашего вероятностного пространства, мы просто приписываем некоторое значение. Уже на эти числа нет никаких ограничений. Это просто прейсбольный набор чисел. Какой набор? Собственно, такая и величина. Когда у нас заданы числа х1, х2, х3, и так далее, х1, то говорят, что задана случайная величина на вероятности на пространстве. Никаких ограничений на числа нет. И сейчас для этой случайной величины... Заметьте, случайная величина – это не одно число. Поняли ли? Случайная величина – это набор из н чисел. Итак, математическим ожиданиям случайной величины... Давайте ее обозначим здесь большое. Вот весь этот набор чисел я обозначил одной буквой х. Математическим ожиданием случайной величины называется... Вот сумма таких произведений. Согласитесь, что пока все в высшей степени естественно. Математическое ожидание – это P1, х1, плюс P2, х2, плюс и так далее, плюс P1, х3. Уже, наверное, пора переходить к дисперсии, но сначала одна формула. Сначала одна формула. Она очень простая, но тем не менее важная. Смотрите, если я P1 умножу на х1, плюс и так далее, наконец, Pn умножу на х1, плюс и так далее, то можно раскрыть скобки и получится... Понятно, что? Получится, что математическое ожидание, или это то же самое, среднее значение, сумма двух случайных величин это... Что это? Смотрите, вот. У меня была случайная величина х, была случайная величина у. Здесь написана сумма этих двух случайных величин. Так вот, это называется математическое ожидание суммы двух случайных величин. И чему оно равно? Сумме математических ожиданий. Сумме математических ожиданий. Совершенно верно. Давайте я эту формулу напишу. Значит, для любых двух случайных величин математическое ожидание х плюс у – это в точности то же самое, что математическое ожидание х плюс математическое ожидание х. Формула, конечно, очень проста, но тем не менее это тоже надо понимать. Теперь, потихонечку, я должен объяснить, что такое эсперсер. Ну, вы вообще значение не математическое знаете? Что это такое? Сумма продавца. Ой, нет, нет, это уже, это правда. А если вот на наивном языке? Что? Медианное число. Не слышу. Медианное число. Это непросто. Это уже неправда. В отличие от привычки неправды. Что? Во, и что это такое? Ой, там про шпикуляцию. Нет, нет, ребята, вы хотите слишком умные у меня. Попроще. Физики? Да, физики. Может кто-то объяснить, в каких ситуациях нам интересна дисперсия? Выявление брака на производстве. Выявление брака на производстве. Да, это действительно полезно. Но что примерно она задает? Еще раз, не для математика, а для нормального, для совсем не математического человека. Как это вот это? Сколько раз, когда не так можно. Что? Сколько раз, когда можно. Насколько отличается от нормы. Ну, в общем, да. К большому счету, вы правы. Значит, смысл такой. Если вы знаете среднее значение, то, вот смотрите, моя рука в среднем, в среднем находится здесь, да? А теперь представьте себе, что я это сделал второй раз. А теперь представьте себе, что я это сделал в третий раз, в четвертый раз. Понятно, что я каждый раз чуть-чуть промахиваюсь, да? То есть я пытаюсь более-менее в одно и то же место, но чуть-чуть промахиваюсь. А теперь представьте себе, что я на что-нибудь разозлился и жестикулирую вот так. В среднем я показываю примерно то же самое, но в одном случае были небольшое, понятно, да? А в другом случае размах стал гораздо больше. Дисперсия определяет вот этот самый размах. Насколько далеко случайная величина отходит от своего среднего значения. Вообще, сегодня я хочу вам доказать закон больших чисел в том виде, в котором его в середине 19 века доказал великий, действительно великий, это без всяких сомнений, великий российский математик Пафнутий Львович Чебышев. После Чебышева закон больших чисел многократно доказывали во все более сильной и сильной форме. Поэтому, конечно, для студентов Мехмата то, что я сейчас рассказываю, будет совершенно недостаточно. А вот для не студента Мехмата наоборот то, что надо. Начинать надо изучение теории вероятности именно с такой самой простой ситуации, которую изучил Чебышев. Давайте я запишу фамилию Чебышев. Буква Ё просто никакие есть фамилия его Чебышев. Пафнутий Львович. Так вот, для того, чтобы это сделать, мне обязательно нужно строго ввести понятие дисперсии, чем я сейчас и займусь. Займусь я, господа, на очень простом геометрическом примере. Кстати, это будет вам полезно и самому себе. Потому что вы увидите, что понятие конечной вероятности и пространства совершенно напрямую связано с диаметрией и с так называемой формулой Лейбинца. Давайте это сделаем. Я рисую треугольник. Естественно, он у меня в какой-то декартовой системе координат. Вот это вот, то есть, а здесь. Это ось координат. Значит, это вершина с координатами Х1, У1. Это вершина с координатами Х2, У2. И вот эта точка с координатами Х3, У3. Давайте их обозначим. А, Б, С. Согласитесь, что ничего хитрого. Самый обычный треугольник. У него есть медиан. У него есть медиан. Давайте точку пересечения медиан я обозначу буквой Z. Скажите, а вы знаете формулу, которая дает координаты точки Z через координаты Виши? Просто поднимите руку, кто знает такую формулу. Ух ты, как интересно. А между тем формула симпатичная. Формула очень красивая. Хорошо, тогда давайте так. Знаете ли вы, пусть эта точка будет N, знаете ли вы координаты точки N? Какие? Что я не слышу? Среднеархимедическое. Х и среднеархимедическое. Правильно? Х1 плюс Х3 попало. У1 плюс У3 тоже попало. Отлично. Точку N вы нашли. А теперь смотрите, как можно легко найти координаты точки Z. Нужно взять и разделить вот этот вот отрезок в отношении 2 к 1. Правильно? Правильно. Что для этого надо сделать? Надо взять точку B, от нее отложить вот этот вот вектор, и от него взять 2 третих. Да, пожалуйста. Я знаю координаты точки N. Поэтому я могу написать координаты вектора BN. Это надо просто из абсциссы точки N вычесть абсциссу точки B. Это Х1 плюс Х3 пополам, значит, минус Х2. И то же самое надо сделать с У. У1 плюс У3 пополам, минус У2. Вот это вектор BN. Сейчас надо взять от него 2 третих. Можно я дайте доски это сделаю? 2 третих вектора BN. Ну, в общем, надо вот это умножать все на 2 третих. Так, умножить на 2 третих, значит, двойка сократится, 3 окажется, знаменательная. Это будет так, Х1 плюс Х3 на 3, минус 2 третих Х2. И там, У1 плюс У3 на 3, минус 2 третих У2. Отлично. 2 третих вектора BN я получил. И теперь, как получить координаты точки Z? Понятно как. Надо к абсциссе и ординате точки B прибавить, собственно, вот эти числа. Давайте напишем. У точки B абсцисса, это Х2, к ней надо прибавить такое хозяйство. Х1 плюс Х3 на 3, минус 2 третих Х2. Так, ребята, я рассказываю очень медленно, но это специально. Потому что я хочу, чтобы меня сегодня все поняли. Потому что вообще теория вероятности действительно очень важна. Поэтому лучше, лучше медленно, но действительно, чтобы все все поняли. Итак, когда Х2, минус 2 третих Х2, это будет просто 1 треть. Ну и здесь 1 треть, 1 треть, 1 треть. Получается очень естественный ответ. Х1 плюс Х2 плюс Х3 делить на 3. И здесь Y1 плюс Y2 плюс Y3 тоже делить на 3. Господа, точка Z, это и есть среднее значение для вершин треугольника, если этим вершинам приписать вероятности, равные 1 третьей. Поняли? Когда вы в геометрии изучаете точку пересечения медиана, то на самом деле вы изучаете среднее арифметическое. Вот она, формула для точки Z. Вы изучаете среднее арифметическое. Ну и здесь отдельно, надо здесь сложить, разделить на 3. Отдельно ординатно сложить, разделить на 3. Поэтому и называют эту точку центром тяжести. Если всем трем вершинам придать одинаковый вес. Больше того. Больше того. Можно ведь было вершины треугольника снабдить разными массами. Поскольку это в высшей степени важно, извините, я это сейчас сделаю. Картинка та же самая. Только у меня уже никакие медианы, а у меня произвольные массы. Ребята, я это сделаю для трех точек, а потом объясню, как это сделать для произвольного количества точек. Значит, посмотрите. У меня произвольный треугольник. Здесь, в точку А, мы помещаем грузик массы М1. В точку Б помещаем грузик массы М2. В точку С грузик массы М3. Ну и координаты по-прежнему. Х1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Нужно понять, где расположен центр масс этих трех точек. Правда, возникает сразу проблема. А что такое центр масс? Ведь, когда у нас были медианы, то, да, просто медианы провели, взяли середину и провели. А что такое центр масс? Оказывается, что определение мы сегодня уже дали. Вот он формул. Давайте я сейчас стираю все. Пишу определение. Пишу определение. Оно очень просто, оно очень просто, очень симпатично выглядит. Что такое центр тяжести для трех точек, в каждой из которых у нас помещен грузик. Да, естественно, на эти массы у нас условия, что это число не отрицательное. Одно из них не ноль точно, и сами по себе они не отрицательные. В геометрии бывает, что рассматривают случай отрицательных масс. Потому что... Лишь бы у них сумму была нею, потому что там нужно придать этому некоторый смысл. Мне это сегодня не так интересно. Итак, что такое центр тяжести? Что такое центр тяжести? Очень просто. Это точка, координаты которой вычисляются по следующей естественной форме. Нужно сложить массы. А здесь надо каждую массу умножить на соответствующую абсцессу. Я сейчас, конечно, объясню, откуда эта формула естественно в обоих заберется. Так, M1, да, Y1 плюс M2, Y2 плюс M3, Y3. Значит, итак, каждую из координат надо умножить на соответствующую массу, сложить, разделить на сумму масс. Это формула для центра тяжести. Так вот, господа, давайте поймем, откуда эта формула естественным образом берется. Проще всего это понять так, если взять не три точки, а если взять две точки, а именно точки А и В, сюда поместить массу M1, сюда поместить массу M2 и спросить себя, где же и каким свойством должен обладать центр тяжести двух материальных точек. Ответ простой. Конечно, мы хотим, чтобы выполнялась от правилных рычага кемера. Согласны? Правило рычага состоит в следующем. Произведение вот этого отрезка на массу должно равняться произведению длины этого отрезка на массу. Отлично. Но можно же опустить перпендикулярно. И тогда в теореме фолеса делать то, что отношение этих отрезков равно отношение этих отрезков. У нас тоже самое должно быть. Произведение вот этого отрезка на массу должно равняться произведение этого отрезка на соответствующую массу. Давайте смотреть, что это означает. Значит, вот этот отрезок он должен быть примерно такой длины А, а этот отрезок должен быть такой длины В, что М1А это то же самое, что М2 умножить на В. Замечательно. И при этом А плюс В это у нас Х2 минус Х1. Ну, эту систему решить согласитесь, несложно. Вы просто берете, значит, выражаете В через А, получаете, что В это М1 разделить на М2 умножить на А, подставляете во второе уравнение, А плюс М1 разделить на М2 М2А это есть Х2 минус Х1 и, собственно, для А у вас получается совершенно понятная формула. Давайте я ее напишу. Значит, А это М2 деленное на сумму масс умножить на Х2 минус Х1. Теперь, собственно, для А вы получили формулу. Если вы знаете, как знак точка А, то есть это число Х1, чтобы найти абсциссу центра тяжести, надо к Х1 прибавить вот это хозяйство. Ну, найду чистое место на доске и у меня все получится. То есть к числу Х1 надо прибавить М2 деленное на М1 плюс М2 минус М2 плюс М1 х1 Если вы внимательно посмотрите на вот эту разность, то обнаружите, что ответ очень естественный. Это есть М1 х1 плюс М2 х2 деленное на М1 плюс М2. Таким образом, если точек 2, ну, проще верить R3 равную рулю, то тогда формулу мы объяснили. Кстати, в школе программе эта формула есть под названием деление отрезка данных отношений. Это вполне себе часто употребляемая штука, когда у вас известные координаты концов в отрезках, а нужно на нем найти точку, которая делит его в каком-то данном известном отношении. Так, значит, ребят, я чувствую, что все-таки надо немножко возвращаться к вероятностям, поэтому скажу так. Значит, кому интересно продолжать в этом духе, подумайте над такими задачами. Представьте себе, что у вас есть система материальных точек, которая разбита на две. Вот есть точки-точки-точки-точки-точки-точки-точки, и мы их разделили на две системы. Взяли центр тяжести одной системы, взяли центр тяжести другой системы. Так вот, оказывается, что центр тяжести всей большой системы получается следующим образом. надо вот этот отрезок разделить по правилу рычага, считая, что вся масса этой системы сосредоточена в ее центр тяжести, а вся масса этой сосредоточена в ее центр тяжести. Это очень легко доказать, но давайте на это я сейчас не буду делать. И еще тоже важная штука, если взять на плоскость совершенно произвольную точку в качестве начала координат, ну вот собственно у нас там была система координат, она никак не была связана с треугольником, то можно формулу, которую я вот здесь написал, переписать следующим очень легко запоминающимся область, формула звучит так, вектор ОЗ это масса первая деленная, ну можно я сумму всех массов назначу им большую, чтобы в 100 раз написать, значит если есть место материальных точек, то сумма в маске обозначает большое, так вот, это есть вот что такое, m1 разделить на m большое умножить на вектор ОА1 плюс m2 разделить на м большое умножить на вектор ОА2 плюс так далее и так далее плюс m1 делить на м большое вектор ОА1 пожалуй пожалуй это даже более такая правильная более приятная формула чем с координатами разумеется эта формула равна сильная просто здесь я написал для трех а здесь все-таки для n точек и эта формула замечательна тем, что она и для пространства годится ну в общем это лучше чем просто для плоскости хорошо так вот пора потихонечку переходить к дисперсии господа я вернусь к задаче где у меня были на лесу мемедианы и задам себе следующий вопрос представьте себе что у меня на плоскости есть произвольные точки и для этой точки я хочу найти сумму квадратов расстояний до вершин треугольника вопрос поняли сумма квадратов расстояний до вершин треугольника а если массы если массы произвольные то тогда вот как будет значит у меня на плоскости имеется произвольная точка п с какими-то там координатами х и и и и я хочу найти следующую следующую штуку п а в квадрате которое умножили на м1 деленное на м большое м большое напоминаю сумму всех масс плюс п в квадрате которое умножили на м2 деленное м2 и наконец и наконец пс в квадрате умноженное на м3 делительное большое представьте себе что я вдруг заинтересовался такой величиной да 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 в случае медиан напишу просто дело в том что даже для медиан это получается очень красивая замечательная формула значит итак произвольная точка п меня интересует такая сумма па в квадрате плюс пб в квадрате и плюс пс в квадрате ну можно конечно на 3 разделить чтобы было как там если массы все равные то будет делить на 3 ну а может и не делить если не любите тропе так вот вопрос каким образом связана сумма квадратов расстояния от точки p на вершине треугольника с точкой пересечения медиана ну опять столкните опрос понимаете кто знает знаете что что не в том году на лекции это не годится в энциклопедии написано это я все эти сказочки я знаю вопрос вы знаете или нет вообще это называется формула ленинца поэтому безусловно человечество это ответ этого знает ленинца ленинца часть ленинца вопрос вы знаете или нет а откуда оказывается что формула потрясающе красиво вот эту самую сумму квадратов чтобы найти оказывается можно сделать так можно взять посчитать расстояние от точки p до точки пересечения медиан а именно pz в квадрате а также посчитать z a в квадрате z b в квадрате и z c в квадрате ну конечно если так написать будет неправда вот по какой простой причине когда точка p у нас уйдет далеко 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 то с большого расстояния что a что b что c будет более в одном месте и поэтому понятно что здесь уже можно 3 а вот это господа уже действительно важная геометрическая геометрическая теорема которую безусловно мы с вами сейчас докажем и она как раз и послужит для нас поводом для введения понятия дисперсии для любой случайной причины то есть сейчас когда я рисую медианы у меня случайная величина такая она равна 1 3 с вероятностью 1 3 она равна точке a с вероятностью 1 3 точке b с вероятностью 1 3 точке c с вероятностью с вероятностью с вероятностью с вероятностью точка пересечения медиатра так вот господа повторяю формулу па квадрате плюс pb в квадрате плюс pc в квадрате это 3 умножить на pc в квадрате плюс z а квадрате плюс zb в квадрате плюс zc в квадрате вот такая формула если разделить обе части на 3 то она приобретает простой 1 3 па квадрат плюс 1 3 умножить на pb в квадрате плюс 1 3 умножить на pc в квадрате дальше внимание минус минус pz в квадрате это есть 1 3 z a в квадрате плюс 1 3 z b в квадрате и плюс 1 3 z c в квадрате так вот господа вот эта штука это и есть дисперсия надо ну сейчас я конечно напишу общее определение надо сделать так берете вычисляете математическое ожидание случайной величины и дальше от этой точки высчитываете следующую величину смотрите что это за величина p первое вот давайте смотрим p первое умножить на это что такое что это такое что это такое что это такое давайте думать да и еще лучше давайте думать что это такое какой дать смысл какой дать смысл здесь а очень простой формула звучит так p первое умножить на x первое в квадрате плюс p второе умножить на x второе в квадрате плюс и так далее плюс pn умножить на xn в квадрате минус квадрат среднего значения нашей случайной величины оказывается это то же самое что p первое умножить на x1 минус математическое ожидание случайной величины в квадрате плюс p второе умножить на x2 минус математическое ожидание случайной величины в квадрате плюс и так далее и так далее плюс pn умножить на xn минус математическое ожидание нашей случайной величины умножить на x2 я понимаю что это с первого раза не так просто понять поэтому давайте сделаем так просто потихонечку спокойно мы эту формулу доказывать и надеюсь постепенно ко всему про это выводить значит смотрите смотрите что у нас есть так вот я пока не буду стирать смотрите что у нас есть значит у нас на самом деле все необходимое для доказательства верхней формулы а верхняя формула отличается от лишней после деления в натрий переноса в другую часть у нас на самом деле есть почему потому что у нас есть координаты точки это некоторые числа у нас есть координаты точки а это числа у нас есть координаты точки is сид вообще когда у ně PA есть две точки и мы знаем координаты одной из них и координаты другой, то найти квадрат расстояния между ними очень легко просто потерять фагору. Вот из такого треугольного треугольника, значит, надо разность абсцисс возвести в квадрат, разность ординат возвести в квадрат, сложить и потерять фагору, оно все получится. Так вот, ничего от вас не требуется, кроме прямого применения этого дела. Значит, смотрите, что такое ПА в квадрате? Это х-х1 в квадрате. Ребята, это нужно один раз в жизни просто самим записать. Я сейчас пишу, но, пожалуйста, прямо в тетради у себя запишите, и вы увидите, как же это на самом деле естественно. Я записал ПА в квадрате. Теперь я пишу, что такое ПВ в квадрате. Ну, понятно, что такое. х-х2 в квадрате плюс х-х3 в квадрате. Теперь я пишу, ой, не х, у, извините, у, у2, это я уже заговорюсь. Теперь я пишу ПС в квадрате. Это у минус у третья, надо развести в квадрат, и у минус у третья тоже. Отлично. Такой вопрос. Чему это все должно равняться? 3 умножить на pz в квадрате. Так я пишу, 3. У точки В координаты x и y. Значит, надо взять из x вычесть x первое плюс x второе плюс x третье деленное на 3 в квадрате. Очень хорошо. Дальше, значит, то же самое с y. У минус y первое плюс y второе плюс y третье деленное на 3 в квадрате. Так, это я написал 3 по z в квадрате. Что теперь сказать? Что, что? Все это еще в квадрате. Нет. Нет. Извините. То, что в скобках, это по z в квадрате. Теперь, что такое z а? Ну, собственно, это нужно написать то же самое, только вместо x и y надо написать координаты точки а. Поехали. Значит, x первое минус x первое плюс x второе плюс x третье деленное на 3 в квадрате. Плюс y первое минус y второе. y первое, y второе, y третье сумма деленное на 3 в квадрате. И таких вот слагаемых я должен написать еще 4 штуки. Удовольствие, конечно, невысокое. Но, с другой стороны, ничего сложного тоже, честное слово, нет. Так, значит, это x второе. Сейчас еще у меня будет y второе. Сейчас у меня будет еще y второе. И то же самое с x третьим и с y третьим. Ребята, мы сейчас увидим, что все действительно очень легко. Значит, здесь у меня стоит x первое, x второе, x третье деленное на 3 в квадрате. И, наконец, с y, да? y третье минус y первое, y второе, y третье деленное на 3 в квадрате. Вот, формула получилась немаленькая. Я вот написал в координатах полностью, вот она, да? Такие вот две строчки. Правда, на всюду. Я написал формулу Лейбинца. Господа, вы же знаете формулу для квадрата разности. Правда? Нет. А больше вам ничего не надо. Больше вам просто ничего не надо. Вы просто берете и говорите, что очевидно, что это так. Просто надо посмотреть на эту формулу, ну так, с здравым взглядом. Смотрите. Когда вы будете здесь возводить разность квадрата, что у вас будет? x квадрат будет? y квадрат будет? x квадрат будет? y квадрат будет? x 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 квадрат будет? что не согласны. Продолжу дальше. Кстати, то, что я сейчас делаю, смотрите, как называется, когда работаешь с многочленом, вовсе не обязательно сразу раскрывать все скобки, раскрывать все скобки и так далее. Гораздо удобнее задавать себе такой вопрос. Какой у него коэффициент при х квадрат? Какой у него коэффициент при у квадрат? Какой у него коэффициент при первой степени х? При первой степени у? Ну и, наконец, какой у него свободный человек? Так вот, давайте подумать. Х, как у нас будет ситуация с х? Здесь будет написано так, минус 2х1х, правильно? Здесь будет написано минус 2х2х, минус 2х3х, правильно? Х первой степени будет с таким коэффициентом? Отлично, давайте подумаем здесь, с каким коэффициентом здесь войдет х? А вот с каким? Надо будет вот это умножить на это, тройка будет знаменательная, но она как раз с этой тройкой. И еще удвоенная. Это как раз будет 2хх1, 2хх2 и 2хх3. Таким образом, действительно, с первой степенью х все в порядке. Теперь смотрим с первой степенью у. Здесь будет минус 2у1, минус 2у2, минус 2у3. Смотрим, здесь же у нас никаких у нет, да? Поэтому смотрим, как здесь будет. Чтобы было у, надо вот это умножить на это еще с коэффициентом 2. Тройка сократится с этой тройкой, получится все, что надо. Да, теперь надо смотреть уже на свободные члены, потому что на х квадрат, у квадрат, х и у, я посмотрел, это все хорошо. Свободный член здесь такой. В левой части это просто сумма квадратов, да? Х1, у, х2, у, х2, у, х3, у, х3, у, х3. Понятно? В правой части, но вот здесь, конечно, посложнее. Да. Здесь как-то у меня посложнее, причем до полного безобразия посложнее. Что же это мне делать? Неужели мне правда заниматься таким же суммой? На самом деле это не нужно. Когда у вас больше квадрат, смотрите, что здесь возникает. Здесь возникает х1 квадрат. Давайте вот эту штуку обозначим, скажем, что это среднее значение х, да? Итак, смотрите, здесь будет х1 квадрат, здесь будет у1 квадрат, здесь х2, ну, пойдемте, да? Первое. У2 квадрат, х3 квадрат, у3 квадрат. И они все великолепно вот с этими квадратами поуничтожаются. Правда, останется вот такая штука. 3 умножить на вот эту вот сумму, разведенную в квадрате, деленную на 3 в квадрате. То есть на самом деле вот эта сумма в квадрате умноженная на 3, деленная на 1. Пусть ли квадрат этой суммы, деленная на 3. Аналогично здесь квадрат той же самой суммы, деленная на 3. А дальше пошли скрести по сусекам. У нас здесь будет деленная на 3 в квадрате, то есть деленная на 9. Еще раз деленная на 9. Еще раз деленная на 9. Уже будет как раз 3 девятых. То есть опять 1 третье, как надо. Ну и с у так же. Ну и еще последнее, что у нас будет здесь. Удвоенное произведение х1 на вот эту штуку, взятое со знаком минус. Это будет, значит, минус 2 трети х1 на эту сумму. Там тоже минус 2 трети х2 на эту сумму, минус 2 трети х3 на эту сумму. То есть будет у нас минус 2 трети на квадрат суммы. Ну и теперь смотрим, что же тут реально получается. Значит, здесь была с плюсом 1 треть квадрата этой суммы. Дальше, когда мы считали то, что квадраты вот эти вот, то тоже была с плюсом 1 треть. А от удвоенных произведений пришло минус 2 трети. Ну что, ребят, я расскажу. Сколько, что называется, я доказал. Не знаю, успели ли вы проследить за моими действиями. Но, что для себя я полностью в этом убедился, разумеется, сейчас мы должны Путину то же самое сделать в общем виде для любого конечного вероятностного пространства. И, между прочим, это будет гораздо легче. Потому что, вообще, обычно общая ситуация проще анализируется, чем частная. Потому что здесь у меня все это одна треть, одна треть все это сбивало в стол. Значит, ребят, сейчас надо всем рассмотреть вот сюда. И, я сейчас объясню вам эту самую формулу для дисперсии. Я сейчас объясню вам эту формулу для дисперсии. Значит, вот она. Повторяю, то, что я только что делал для треугольника, и что выглядело совершенно ужасно, я сейчас довольно быстро сделаю в общем виде для дисперсии. Окажется, что это совсем не так ужасно. Смотрим. Что такое дисперсия случайной величины х? Это есть П1 умножить на х1 минус 3 в квадрате. Плюс П2 умножить на х1 минус 3 в квадрате. Плюс и так далее. Плюс Пн умножить на х1 минус 3 в квадрате. Господа, все, что от нас требуется. Каждую из скобок раскрыть по формуле квадрат разности. Согласитесь, что это дело не супер. А второе скобки умножить или нет? И второе, конечно. Ну, понимаете. Конечно, и второе. Итак, это будет П1 х1 в квадрате. Плюс П2 х2 в квадрате и так далее. Плюс Пн. Спасибо, что вы меня поправили. Значит, итак, дальше. Минус 2. Интересно, что минус 2. Минус 2 П1 х1 м. Минус 2 П2 х2 м. И так далее. Минус 2 Пн х1 м. И дальше поехали так. Так, П1 м в квадрате плюс П2 м в квадрате и так далее. Плюс Пн м в квадрате. Значит, господа, теперь нужно анализировать каждую из этих штук в отдельности. На самом деле, это больше уже не нуждается в преобразовании, потому что на этой доске это уже есть. Это у нас просто есть, да? Такие слагаемые есть. Теперь. Скажите, нельзя ли вот это записать как-то короче? П1 м квадрат плюс П2 м квадрат плюс и так далее плюс Пн м квадрат. Что это такое? Что? М квадрат на сумму вероятности. Замечательно. А чего равно сумму вероятности? Значит, на самом деле, это что? Это просто квадрат. Это просто в точности м квадрат. Так. Здесь это уже чуть менее видно, но на самом деле тоже это не проблема понять. Господа, смотрите. Здесь же М можно вынести за скобку. Даже, я бы сказал, 2М вынести за скобку. Можно я здесь вот так вот напишу. Получится 2М. А что будет в скобке? П1 х1 плюс П2 х2 плюс и так далее плюс Пн хн. Ну, естественно, минус. Останется. Что написано у меня на самом деле в скобке? М. В скобке у меня просто вот эта величина м. Значит, все это вместе что? Все это вместе минус 2М квадрат. Ну и вопрос на засыпку. Минус 2М квадрат плюс М квадрат. Это? Что? Это минус М квадрат. Я эту формулу доказал? Я эту формулу доказал. Давайте мы ее торжественно запишем. И поймем, что на самом деле в этой формуле есть очень большой, интересный физический смысл. Давайте анализировать, что... Вот вы помните, что среднее значение случайной величины получается так. Надо вероятности умножать на значение случайной величины и все стало. То есть, если брать П1 х1 плюс П2 х2 и так далее, то это будет среднее значение случайной величины х. А нельзя ли это как-нибудь обозначить? Это математическое ожидание чего? Квадрата случайной величины. Не понимаете? У меня была случайная величина х1, х2 и так далее, а здесь не они, а их квадрат. Иду пишу. Значит, среднее значение квадрата случайной величины. Так. А здесь у меня уже написано, как надо. Минус квадрат в среднем значении. Казалось бы, в одном случае двоечка внутри, в другом случае двоечка снаружи, а разница огромная. Разница огромная, потому что вы в одном случае сначала вы сводите в квадрат, берете среднее значение, в другом случае сначала берете среднее значение, потом вы в квадрат разведете. Так вот, то же самое, как вот здесь вот написано, можно выразить в следующем опыте. Та же самая дисперсия задается такой формулой. Это среднее значение, внимание, для чего? Для квадрата разности между случайной величиной и ее в среднем значении. Так, поскольку у вас может возникнуть вопрос, что делать сначала в квадрат в заднем теле или в праве среднее значение, давайте я сделаю так, я еще не пожалею одну пару вкулок. Тогда уж точно не перебутывайте. Значит, итак, смотрите, что у нас есть. Значит, берем случайную величину, это набор чисел x1, x2 и так далее, x2. Из каждого из них вычитаем среднее значение. Вот это здесь на самом деле написано. Здесь он написан у нас на этой доске, да, и здесь вот это, наверное, даже более понятно видно, написано вот здесь так. Из значения мы читаем среднее значение через случайную величину. И дисперсией называется среднее значение вот этого самого квадрата уклоняем. Очень часто начинающие изучать теорию вероятности задают вопрос, а почему здесь квадрат? Почему здесь не четвертая степень? Почему здесь не шестая степень? Ответ. Во-первых, в теории вероятности бывает, что интересно просуммировать четвертые степени, и в общем бывает, такое тоже бывает. Во-вторых, что здесь нормальному человеку, не специалисту по теории вероятности, да, дай бог, хотя бы с этим хорошо освоится. Вот. Главное, обычно, кто такие вопросы задает? Тот, кому кажется, что сложно возводить в квадрат, а надо на самом деле просто взять модуль. Так вот, всем я сразу отвечаю очень просто. Если хоть кто-нибудь из них решал задачи построить график функций с модулями, то он знает, что это каждый раз безумная возня. Если число больше того-то, то меньше того-то, то функция ведет себя так. Если больше того-то, меньше того-то, понимаете, да? Вот это безумная возня, и это гораздо сложнее. Это гораздо сложнее, поэтому попытка здесь поставить модули, повторяю, иногда нужна в всяких сложных задачах, иногда и в четвертой степени нужны. Ну, в чем в математике трудно зарекаться, когда говоришь, что там что-то не нужно, то через какое-то время обязательно принесут, покажут, задачу, у которой именно это-то и нужно. Но для простых применений, когда начинаешь только там, не знаю, первые пять лет жизни, да, там изучаешь теорию вероятности, разумеется, ничего это не надо. Нам хотя бы с квадратами разобраться. Значит, итак, я написал определение дисперсии случайной величины. Написал? Господа, написал или нет? Вы помните, что математическое ожидание суммы двух случайных величин равнялось сумме математических ожиданий. вот интересно, для дисперсии это так? Ответ, разумеется, нет. Ну, просто потому, что квадрат суммы, в общем, вредь равняется сумма квадратов, правда? Вот, поэтому, разумеется, ничего подобного для дисперсии не следовало бы ожидать. Тем не менее, в огромном количестве случаев это так. Дисперсия суммы действительно в многих интересных случаях равна сумме дисперсии. А именно, если две случайные величины являются независимыми, то в таком случае дисперсия их суммы обязательно равна сумме дисперсии. Правда, интересный вопрос, что такое независимые случайные величины. И что такое и что такое собственно говоря независимые события. Единственное, ребят, я еще все-таки про эту штуку забыл объяснить физический смысл. Кто-нибудь у вас знает, зачем на самом деле физикам нужны эти формулы? Для чего? Не слышу. Центр та же, зачем он нужен. Это я понимаю. А зачем им нужна формула Лейбинца? Зачем? Вот эта формула, она, собственно говоря, тоже называется формула Лейбинца. Зачем им нужно где физика может использоваться такая штука? Знаете или нет? Честно, честно скажите. в обычном курсе механика. Понятно. Редется рассказывать. Значит, господа, вы знаете, что тела не только движутся по прямой, но и бывает, что вращаются. Бывает такое? Бывает. Представьте себе, что у вас имеется точка А, точка Б и точка С. Это три материальные точки с массами М1, М2, М2, соответственно, связанные между собой прочными, но невесомыми нитями. И представьте себе, что у вас имеется центр системы, какая-то там точка О. Вокруг нее они все вращаются с одной или той же угловой скоростью. Это означает, что у нас здесь происходит вращение всей этой конструкции. Чем точка дальше, тем, естественно, она быстрее крутится, быстрее движется. Это понятно. Угловая скорость одна и та же. Представьте себе, что угловая скорость от некой величина Амега. Тогда чему равна скорость движения точки А? Понятно, чему. Надо взять угловую скорость и умножить на длину отрезка ОА. Согласны? Отлично. То же самое. Надо взять угловую скорость и умножить на ОВ для награждения скорости движения точки В и умножить на ОС для награждения скорости движения точки С. Отлично. А теперь вопрос. Чему равна тематическая энергия движущейся материальной точки? Формул знаете? Масса это м1, да? умножить на что вы говорите? На скорости. На квадрат скорости. Ну и разделить на двое. Это очень важно. Это очень важно. Так, соответствующий анекдот знаете? Ну, он немножко грубый, но позволяет запомнить форму. Значит, бежит человек и на что не смотрит. Бежит, 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 вбегает в комнату и не разглядел, что потолок низко. Бах, лбом прямо прямо о стенку. Упал. Огромная шишка медленно встает и говорит ой, как хорошо, что пополам. Что пополам? Как хорошо, что МВ квадрат пополам. Если бы не это пополам всю голову снесло. Понятно, да? Энергия действительно пополам. 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 И надо сложить. Так чему же равна кинетическая энергия системы из этих трех точек, вращающихся вокруг точки О. Очень просто. Пополам выносится, разумеется. Квадрат омеги тоже выносится. А что же остается? М1 умножить на ОА квадрат плюс М2 умножить на ОБ квадрат плюс М3 умножить на ОС квадрат. Так называемый момент инерции. Моментом инерции системы материальных точек относительно данной точки называется сумма квадратов расстояний умноженных на массы. Между прочим физике обычно интереснее не момент инерции относительно точки а момент инерции относительно оси. Потому что вращение в реальности происходит обычно вокруг какой-то оси и соответственно берете прямую и вычисляете расстояние до этой прямой в квадрат возводите умножаете на массу складываете. Так вот что же утверждает теорема Лейбинца? Что если вас интересует момент инерции вот этой системы да и любую систему то можно сделать так взять центр тяжести всю массу в него посчитать вот этот квадрат и момент инерции вот этой вращающейся вокруг точной системы вот что такое это квадрат вот этого отрезка который умножит на сумму масс наших плюс момент инерции этой системы которая если бы она вращалась вокруг центра тяжести то есть легче всего вращать систему вокруг ее центра тяжести вот если вам нужно скажем завертеть вот эту доску можно я не буду делать эксперимент но представьте что надо взять эту доску и повращать перед вами то очень неправильно питаться вращать ее вокруг вот этой точки это будет тяжело гораздо удобнее схватить ее так чтобы она вращалась вокруг центра тогда ее раскручивать будет легче понятно да скажем колесо круглое довольно легко раскручить вокруг его центра а вокруг какой-нибудь другой точки оно раскручивается гораздо сложнее так ну хорошо это я это я все никогда не могу сказать теперь про независимые события проще всего объяснить что такое независимое случайное вылучение независимое событие если ввести понятие произведения вероятностных пространств значит давайте я сначала на шуточном примере а потом уже всерьез значит представьте себе что у вас имеется монета которую можно при броске получить е или цин да и у вас имеется кубик в котором возможны варианты один два три четыре пять шесть так вот если вы возьмете и бросите и монету и кубик ну тогда монета сама по себе а кубик а кубик сам по себе ну тогда не надо приклеивать монету к кубику да вот даст нам следующее то есть г один г два г три г четыре г пять г шесть и соответственно здесь да вот у нас получилось вероятностное пространство состоящее из двенадцати точек какие вероятности разумно этим точкам приписать одна двенадцать откуда они взялись здесь была вероятность одна вторая здесь тоже одна вторая у каждой из этих точек вероятности были равны одной шестой у каждой из этих точек вероятности были равны одной шестой значит мы просто перем Terengar Значит, господа, я сейчас, разумеется, введу ровно так и уже что в случае двух произвольных конечных вероятностных пространств. Значит, а именно, представьте себе, что у нас имеется вероятностное пространство, состоящее из какого-то количества точек. Им приписаны вероятности P1, P2, P3 и так далее, P1. Также имеются другое вероятностное пространство, состоящее из M точек. Им приписаны вероятности Q1 и так далее, Q1. Так вот, произведение этих двух вероятностных пространств состоит из MN точек. Точка выглядит так, это A1, B1, здесь у меня будет AN, BN, ну и так далее, да? Вот, AN и BN. И вероятность получается, как произведение соответствующего числа P на соответствующий слог. То есть, сюда приписана вероятность P1 умножить на Q1. Давайте только проверим, выполнено ли у нас определение вероятностного пространства. Правда, что произведение двух неотрицательных чисел неотрицательное? Правда? Правда. Теперь еще нужно проверить, что сумма всех вероятностей равна единице. Для этого мы должны проверить очень простую вещь. Что если у меня здесь сумма равна единице, и здесь сумма равна единице, то сумма всех чисел таблицы тоже равна единице. Ну, право слово это очевидно. Дело в том, что если вы напишите такую вот скобку, P1 плюс P2 и так далее, плюс PN, то это же как раз будет единица. И вторую скобку напишите, Q1 плюс P2 и так далее, плюс PN, это тоже у нас будет единица. А когда вы раскроете эти скобки, то у вас в точности и получится много-много-много-много слагаемых, где всевозможные произведения от числа P из одной скобки на число P из другой. Таким образом, действительно, мы, если возьмем, напишем, произвольные и неотрицательные числа в сумме дающую единицу здесь, то получим вероятностное пространство. Поняли? Поняли. Теперь я все-таки должен сказать, что такое случайное событие. Вероятность пространства – это просто набор точек. Событие называется произвольное подможество в этом наборе. Вероятностью события называется сумма тех чисел P, для которых эти точки А обошли. Сейчас я объясню по-человечному. Представьте себе, что у вас имеется игральный кубик. И вас интересует такое событие. С какой вероятностью с какой вероятностью выпадает нечетное число? Смотрите. На граних бывает объяснено 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нечетное число – это 1, 3 или 5. То есть вас на самом деле интересует, чему равна сумма 1,6 плюс 1,6 плюс 1,6. Понятно? Для каждого этих чисел у вас является 1,6. Ну, в общем, если вы хорошо подумаете, то поймете, что это определение совершенно естественное. Вот, если у вас полный набор вариантов это вот это множество, а, и так далее, а, и так далее, а, и так далее, да? Вот пока еще мы не на что его не умножали, и у них у каждой есть вероятность, то, значит, когда мы взяли любое подможество, то разумно просто просумнировать соответствующие пэшки. Так, хорошо. Теперь я должен для того, чтобы сегодня что-то содержать на успех, я должен вам рассказать, что такое схема испытаний Бергмулли. Ну, во-первых, Бергмулли — это великая семья учебных. Они много чем занимались, в том числе теорией вероятности. И, кстати, было несколько человек. Это не один человек, это была действительно такая замечательная научная семья. Значит, представьте себе, что я беру монету, и бросаю ее N раз. Независимо эти броски происходят один от другого. Тогда возможны варианты. Давайте, я считаю, что бросаю три раза. Тогда возможны варианты Герб, 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 Цифра, Герб, Цифра, Герб, Герб, Ну, а так же Цифра, Герб, Герб, Цифра, Герб, Цифра, 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 Герб, и цифра 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 восемь вариантов вот это если три раза бросить если четыре раза бросить, будет шестнадцать если пять раз бросить ну и так, понятно? сколько если пять раз бросить? тридцать два, конечно, да то есть если бросить монету К раз то получается два в степени К вариантов вот, единственное на самом деле вовсе не обязательно считать монеты симметричными дело в том, что многие формулы все формулы, которые я сегодня буду писать они очень легко пишутся и для не симметричной монеты поэтому давайте я сейчас скажу так значит, вероятность того, что выпадет Е разрешите, пожалуйста, обозначить какой-нибудь буквой например, буквой П тогда вероятность того, что выпадет цифра разумеется равна единице минус П поскольку мне потребуется много раз это писать то давайте я это тоже обозначу одной буквой просто для скорости П плюс Пу, он отменяет чему равна? единице так вот сейчас я для каждого из этих вариантов должен написать чему равна вероятность соответствующего события вероятность того, что три раза подряд выпадет Е это в точности П в кубе вероятность этого события это П квадрат куб здесь тоже, между прочим, П квадрат куб а здесь П умножить на У в квадрате теперь здесь П умножить на У в квадрате здесь у меня будет П умножить на У в квадрате и здесь К в кубе вот для каждой из восьми точек я написал вероятность соответствующего события между прочим если меня не интересует как в точности выпадают эти точки то можно было бы сделать следующее отдельно взять вот это где у меня три герба отдельно взять точки, где два герба и цифра эту, эту и эту отдельно взять, где две цифры и герба один и отдельно где три цифры давайте это я сейчас сделаю значит, итак, когда три герба вероятность П в кубе когда два герба вероятность это 3П квадрат куб один герб вероятность равна 3П куб в квадрате и ни одного герба вероятность равняется куб в кубе вот, пожалуйста вам случайная величина количество гербов которые появляются если три раза бросить монету поняли и герба три раза бросили монету всего вариантов у нас конечно восемь штук но если нас интересует только количество нападений герба то получается вот такая величина между прочим как это называется? есть такое слово? что что? бином гетона называется П плюс К в кубе давайте зафиксируем П плюс К, возведённое в К это П в кубе плюс 3П в квадрате К плюс 3П в квадрате плюс К в кубе разумеется в общем виде это выглядит абсолютно так же то есть если мы бросаем К раз то надо возводить не в куб а в К степень и получается конечно длинная но тем не менее формула которая называется бином гетона значит итак что это будет такое? число сочетаний из К по единице умножить на П в квадрате К плюс число сочетаний из К по единице умножить на П в квадрате К плюс так далее и так далее число сочетаний из К по М умножить на П в степени К минус М у в степени М плюс и так далее и так далее плюс число сочетаний из К по К умножить на К в квадрате К степени вот так вот вероятность события состоящего в том что у вас выпадет ровно М чего ровно М ровно М раз выпадет цифра и ровно К минус М раз выпадет гет эта вероятность задается вот этим числом так поскольку это мне сегодня выше важно то давайте я это отдельно зафиксирую и так и так и так и так и так и так значит пишу число сочетаний из К по М умножить на П в степени К умножить на К в степени М это вероятность того что выпадет 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 М дергов ой нет нет М не дергов М как это это М цифры М цифры и К минус М дергов вот такая случайная величина для случая К равно 3 вот такие 4 вероятности значит здесь сколько там гербов 3 герба 2 герба 1 герба ни одного герба и такие вот вероятности поскольку П пришло единица то в сумме как раз у меня получается единица сейчас я этой величины должен найти математическое ожидание по нашим формулам все будет легко потом у той же самой величины я найду дисперсию а потом у меня хочется время потом я уже не докажу значит единственное в свое оправдание я скажу что например есть статья посчитаем вероятности моя Николай Борисович Васильев ну а также есть хороший учебник по теории вероятности где это разумеется рассказано и даже гораздо больше так все-таки давайте считать давайте считать что же такое что же такое у меня может быть я даже второе буду читать потому что я старался чтобы было понятно но я рассказал меньше половины того что хотел подумаем что такое математическое ожидание это мы должны сделать очень простую вещь значение умножить на вероятность правильно значит давайте для случая когда мы напишем значит математическое ожидание для числа гербов и так пишу среднее количество среднее количество гербов очень интересно здесь я нужно 3 гербов здесь 2 гербов поэтому дважды 3 п квадрат здесь 1 гербов 3 п квадрат здесь 0 гербов поэтому это неинтересно значит ребят я я найти значение такого выражения на самом деле это не проблема 3п вношу за скобку в скобке получается п квадрат плюс 2п кв плюс кв квадрат вы понимаете что это по плюску в квадрате то есть единица получается ответ 3п вот для случаев я посчитал видите что все легко получилось на самом деле примерно так же я это сейчас посчитаю и в общем случае единственная проблема с доской я не хочу там стираться чтобы было все понятно поэтому разрешите сделаю это быстренько здесь значит смотрите что я должен сделать какая у меня будет сумма я должен вот это число вот эту самую вероятность умножить на количество герков правильно правильно так и пишу сумма сумма значит количество герков у меня это х минус 7 очень хорошо теперь какие значения может принимать m это любое число от нуля до k очень хорошо дальше вероятность это вот такое хозяйство так пишу число сочетания из k по m умножить на p в степени к умножить на к в степени m так теперь одно заявление значит господа если m равно k то что это штука равна поэтому я имею полное право сделать это же хулиганство так нельзя делать но мне можно потому вам так делать нельзя вам придется переписать второй раз в одном случае здесь есть такая что нет а мне можно у меня мел я просто взял вот хорошо теперь надо действовать дальше на самом деле надо просто взять и вспомнить что такое число сочетание с k по m это вот что такое значит 0 меньше или равно m меньше k значит здесь у меня стоит k минус m да здесь у меня стоит k факториалов разделить на m факториалов и на k минус m факториалов умножить на b в степени k минус m и умножить на u в степени а сейчас здесь будет еще я вот это вот зачеркну а здесь возьму и напишу k минус m минус единица всем понятно ну понятно да число делится на его факториал да вот замечательно замечательно а теперь смотрите что дальше можно сделать вместо k я напишу k умножить на k факториалов сейчас вы все увидите значит сумма по-прежнему 0 меньше или равен m меньше k здесь значит внимание k умножить на п в числителе в числителе k минус 1 факториал в знаменателе нормально m факториал k минус 1 минус m факториал 1 умножить умножить на p в степени k минус 1 минус m дело в том что я здесь имел полное право написать q и умножить на q в степени m ребята смотрите пожалуйста вот это у меня к минус 1 и здесь у меня к минус 1 и здесь у меня к минус 1 и это в точности соответствует тому что здесь получился бином метона не для тройки а для двойки подумайте пожалуйста что это такое я его сейчас обвожу подумайте пожалуйста что это такое за штука вот если бы здесь было не k минус 1 а какая-то одна буква то понятно что у меня было бы здесь число сочетаний из этой самой буквы по m согласны? да это же бинометр труд вот если бы здесь брать сумму заметьте m меньше k это значит на самом деле что m меньше или равно k минус 1 у меня получается такая k просто выносится за знак суммы у меня здесь получается p плюс q в k минус 1 степени а p плюс q в k минус 1 степени это в точности единица потому что p плюс q это единица таким образом для вот этого самого зрения количества гербов мы доказали замечательную формулу оно равняется k умножить на p вот такое оно среднее количество гербов при помощи формулу вот в теории вероятности очень часто бывает что задачу можно решить такого рода вычисления и считая 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 в конце концов получается а еще есть обычно преподаватели скафетра теории вероятности говорят а еще есть легкое вероятностное решение дело в том что если получился такой простой ответ то наверняка все вычисления я специально на отдельной достижи сделал наверняка все эти учисления были на самом деле не по делу рассказать как можно было это получить сразу помните формулу среднее значение суммы случайных величин равно сумме средних значений была такая формула была а теперь ребята внимание давайте мы разобьем вот у меня была такая величина это гербов а давайте ее разобьем в сумму нескольких случайных величин а именно первая из них такая это количество гербов выпавших при броске первой монеты вторая случайная величина количество гербов выпавших при броске второй монеты я боюсь что это быстрее быстрее так объяснить значит мне сейчас придется выписать опять эти ггг но это быстрее один раз в жизни увидеть чем потом все время мучиться и не понимать что же это такое так гсг гсс не только осталось цгг цгс цсг цсг и ццц да так вот я сейчас возьму такую случайную величину количество гербов она равна здесь трём двум двум единицы двойки единицы единицы и нулю так вот господа оказывается что три это один плюс один плюс один в курсе а два это один плюс один плюс ноль а вот это двойка это 0 1 а это это 1 плюс 0 плюс 0 а вот это вот 0 плюс 1 осталось написать всего 3 строчки это у меня будет 0 1 0 здесь у меня будет 0 0 1 и здесь наконец 0 0 так вот это одна случайная величина это вторая это третья Количество гербов это сумма этих трех случайных величин. Согласны? Ну господа, вероятность того, что на первом месте у нас герб. Это же P. На первом месте либо герб, либо не герб. С вероятностью P это герб, с вероятностью 1-P. То есть у нас она обозначается. Это не герб. Математическое ожидание этого, это P. Математическое ожидание этого, это тоже P. P плюс P плюс P это 3P. Все замечательно. У нас величина состоит из трех слагаемых. Соответственно, у одной математическое ожидание А у P, у другой P, у третьей тоже P. И получается P плюс P плюс P, то есть 3P. Понимаете, да? Но G, если у меня будет несколько, то соответственно, будет K штук. На первом месте вероятность того, что герб, на втором месте вероятность того, что герб, на K объявляется. Получается K умножить на P. Продолжение следует...